Доброе утро. Всегда хочется, чтобы, ну как-то размышляешь, было бы здорово, если бы технологии дошли уже до обратного состояния, когда ты мог бы, например, поставить монитор и видеть всех, кто смотрит в онлайне. Вообще было бы здорово видеть, как много людей присоединилось в онлайн. Вообще в этом году рекордное количество людей в онлайне, но мы рассчитываем на это и рассчитываем, что вы сможете видеть и первые, и вторые потоки. Партнерская конференция. Это и мероприятие, и формат, в котором нам очень важно получить от вас обратную связь. Фактически мы это строим таким образом, что мы рассказываем, что удалось выпустить за предыдущий период. Слушаем ваши вопросы, комментарии, замечания. Вот эта обратная связь для нас играет, наверное, решающую роль. Поэтому, пожалуйста, поднимайте руки, выкрикивайте, задавайте вопросы, мы будем обсуждать. Если вопрос окажется очень большим или сложным, мы перенесем его на после доклада. Одним словом, не стесняйтесь общаться или обсуждать. Мы просим всех, кто смотрит в онлайне, также задавать вопросы. У нас есть ребята, которые должны нам транслировать вопросы из онлайна. Обычно прям все, конечно, не удается обсудить, но в целом мы будем стараться. Немножко о том, как будет построена конференция. Это два дня. Первый день технологический, традиционно, но в этот раз два потока. Раньше мы так не делали. В этом году у нас есть, как мы говорим, наш поток, где будут только наши доклады по платформе, по продуктам и все, что с этим связано. И второй технологический поток по самым разным технологиям. Мы рассуждали так, что нужно попробовать сформировать концепцию партнерской конференции так, чтобы здесь были все технологические вопросы, с которыми сталкивается студия. Верстка, эксплуатация, хостинг, самые разные вещи. Попытка поместить это все в один поток обычно приводит к ущемлению либо одного, либо второго вопроса. Поэтому два потока выбирайте. Мы будем писать оба потока и после конференции будет видеоматериал по двум. В онлайн, к сожалению, пойдет только один поток, первый. Второй поток пойдет только уже в записи, в видеоматериалах. Мы будем потихонечку публиковать после партнерской конференции. И второй бизнесовый день. Он также пройдет в этом зале, в этом месте. Также будет онлайн-трансляция и будет два потока. Но в отличие от технологического дня, там мы будем говорить про бизнес. Как меняется рынок, что меняется, как вообще нужно изменять и адаптировать компанию. Это скорее больше день для директоров. Хотя есть и пересечения. Есть и первый день, и второй, которые смотрят и те, и другие директора. Ну что ж, в целом все будет выглядеть вот так. По времени. Начинаем. У нас очень много чего нужно успеть сказать. Три минуты. Я думал, я больше. Ну окей. Итак, первый доклад. Он должен включить в себя рассказ о управлении сайтом 15 и о том, что мы выпустили по Bittrex 24. Традиционно я буду рассказывать маркетинговые разные составляющие или, ну как это говорить, не про технологии, а про бизнес. Хотя с удовольствием бы и о том, и о другом. Юра будет рассказывать больше технические вопросы и тот формат, который мы никогда не рассказываем, наверное, в обычных презентациях. Активно развиваем. Активно развиваем платформу. Вот здесь на самом деле старые цифры. Надо было подкорректировать. Это июньские. Сейчас уже 60% перевалили по доле на рынке. Вы знаете, никогда мы не гонялись за этой долей. В целом мы почему-то всегда говорили, мы про бизнес, мы про экономику, мы должны решать задачи клиентов. Шаг за шагом почему-то вот так получалось. Ну и помимо нашего рейтинга есть еще рейтинг V3Tech. Я когда-то давно упоминал, несколько лет назад, что мы с удивлением обнаружили, что мы были на 13 месте в мире по количеству сайтов, которые управляются на одной платформе. На прошлой неделе, готовя к совету директоров, мы обнаружили, что мы уже на 8 месте. Как так происходит? Вроде мы просто обычную работу вместе с вами делаем. Мы на 8 месте. Мы обогнали вебулетень. И в общем это очень хороший результат. Цифра, по-моему, в районе 150 тысяч проектов, которые работают сейчас на платформе. Пятнадцатая версия. Здесь много всего, что мы представляем. Часть элементов мы расскажем в рамках отдельного доклада. Дальше будем перечислять. Там, где будет отдельный доклад, например, про скорость или по другие составляющие, мы не будем с Юрой на этом отдельно останавливаться. Подробнее в самих докладах расскажем. Но на чем-то будем останавливаться детальнее. Мы представили вам новый сервис Скоро Сайта. И как и в предыдущих релизах, когда речь заходила о появлении некого рейтинга, это вызывает очень много коммуникаций. Вспомните, когда появился монитор производительности. И появилось это число 30. До сих пор идут споры. Правильно мы считаем, неправильно. Что мы учитываем? APC, не APC. Но когда появилось это число, возник фантастический диалог между хостерами, клиентами и партнерами. И за год-два проекты и хостинг сильно улучшились. Потому что можно было показать. Слушайте, у вас маленькое число. Что-то должно поправиться. Появился сервис Скоро Сайта. Ну, давайте спросим, кто уже на него посмотрел? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто уже, ну практически все, кто-то еще обычно ленится поднимать. Это странное мероприятие. Поднимите руку. А как мы еще узнаем, что вы думаете по этому поводу? Сколько мы не говорили сегодня уже с клиентами и с партнерами, все говорят, да, это теперь отдельный предмет разговора с клиентом. Очень часто это предмет гордости. Смотрите, у нас все очень быстро. Иногда это предмет длительного диалога. Ну, мы не можем объяснить, почему оно не очень быстро. Так это выглядит внутри. Антон Герасимюк будет рассказывать об этом детально. Так выглядит этот рейтинг, когда вы его смотрите уже в детальной странице. Вообще он получился простым в реализации, любопытным. Ряд графиков, которые могут вам помочь. Наверное, самый основной вопрос, который нам задают, это вот по вот этой фиолетовой части. Что с ней делать? Не знаю, может, у вас будут другие вопросы. Я все-таки еще раз перенесу эти вопросы на доклады Антона. Мы, кажется, сможем его там завалить этой частью. Все это реализовано как облачный сервис. Бесплатный, включенный в платформу. Он включается по умолчанию, выводится в админки и служит для того, чтобы вы могли ориентироваться. Вообще быстро или нет. Идея этого проекта возникла из вот этих бесконечных диалогов. Bittrex быстрый или не быстрый? Медленный или немедленный? И мы вообще хотели сами знать, быстро это или нет. На сегодняшний день мы обсчитываем 38 тысяч сайтов. Вообще это круто. Я даже не знаю, много ли счетчиков, которые так много стоят. Но это 38 тысяч лицензий. Да, да, да. Это правильно. 38 тысяч лицензий. Да, кстати, спасибо. Это хорошее очень число. Вот насчет 160 тысяч доминов мы спорим. Там есть разные точки зрения. Но в принципе это многосайтовые лицензии. Несколько лицензий на одном проекте и так далее. Честно говоря, про хиты мы тут немножко врем. Их сильно больше. Сколько там получается? 150 миллионов, по-моему, хитов в день обрабатывают. Здесь мы написали хиты сутки. Вот хитов старые там в районе. Мы не стали это. 200 уже? 200. Саша Сербул кричит? Кстати, если вы захотите поговорить, как все это устроено, вот Сашу Сербула выловите. Он вам расскажет о том, как вся эта штука устроена. У нас споры больше про уникальных пользователей. И теперь я вам скажу, мы на самом деле видим масштаб количества роботов, которые ходят по вашим сайтам. Это просто фантастическая величина. То есть до этого мы думали, что все… Ну, роботы это такое статистически не очень сильно влияющее явление. Ну, мы думаем, что мы приближаемся к аудитории Рунета, которая посещается. То есть вот через всю вот эту вот группу сайтов проходит в суточном, но в недельном точно большая часть посетителей, которые работают в Рунете. Ну и теперь мы точно знаем, насколько все быстро. Кстати, очень любопытно, когда проект запускается, вообще люди видят это число первоначально, оно где-то в середине. Буквально через неделю очень небольшими усилиями чаще всего все смещается быстро, либо очень быстро. Но сегодня 70% сайтов это либо очень быстро, либо быстро. Что в общем очень неплохо. И раскритиковать эту штуку довольно сложно, потому что меряем глазами посетителей. JavaScript код, он собирает данные, и вы видите реально, как это устроено у всех посетителей. Я понимаю, что будут дальше более детальные вопросы, или пойдем, потом оставим это про скорость сайта. Следующий элемент, который мы выпустили – персонализация. Мы еще будем в отдельном докладе говорить, и кстати в 15.00 у нас будет отдельно про конверсию и про бигдату. Мы этот слайд придумали для нашей презентации. В рамках вот этого доклада мы сейчас не будем рассказывать о том, что там появилось. Но это один из очень таких масштабных проектов и очень технологичных проектов, потому что это много данных, много математики, большие нагрузки. И вообще круто, что в платформе теперь появилось такое решение очень важное. Опять тоже не обновили данные, да? Надо было, кстати, под 15.000, по-моему, интернет-магазинов. Около 15.000, я думаю, в докладе в следующем будет. Интернет-магазинов используют и подключены, и обсчитывается персонализация для них. И опять же большие объемы. Я, наверное, только сейчас скажу, что мы, презентуя это в 15-й версии, решили, что первый год это будет бесплатно. И через год, то есть скорее всего, либо там в конце прям года, либо в начале следующего, мы начнем с вами дискуссию о том, как строить ценовую политику, от чего она должна упираться и как вообще продавать соответствующую вещь. Но на сегодняшний момент это бесплатный сервис в составе платформы. О нем мы расскажем отдельно, будет отдельно доклад. Продолжаем развивать интернет-магазин, потому что это, наверное, самая важная категория запросов со стороны клиентов. Магазин, бизнес, продажи. Поэтому все, что связано с магазином, продолжает развиваться. Нам нужен будет Юр Волошин, нет? Или потом? Мастер интернет-магазина. Вы на него посмотрели. Поднимите, пожалуйста, руку. Оказался он вам полезен или нет? Если полезен, поднимите руку. Окей. А если не полезен, поднимите руку. Это значит, что им никто не воспользовался. То есть он и не полезен, и не полезен. А что это? Я перелеснул? А, это у нас идет презентация. Так устроен мастер магазина. Вообще любопытно. Когда мы запускали этот проект, и мы рассказывали на презентации, мы сами с удивлением обнаружили, как много составляющих нужно настроить, прежде чем проект запустится. И прежде чем он начнет работать. Вообще немножко удивлен. Мы неправильно что-то сделали? Или вам неудобно? Или это больше клиентский сервис? Наверное, больше клиентский тогда получается. То есть для вас он и не в плюс, и не в минус. Ну окей. Клиенты вам как-то отзывались об этом? Вы не делаете интернет-магазины. То есть когда к вам приходит клиент, вы говорите, мы не делаем интернет-магазины. Шучу. Ну тоже позиция. Окей. Ну согласен. Да, еще не успели толком его пощупать. Кстати, нам, наверное, нужен мастер вообще тогда по настройке всего. Мастер настройки не интернет-магазина. Спасибо вам большое. Вы всегда знаете контекст, когда нужно поддержать. Так. Двинемся дальше тогда. Мастер интернет-магазина. Как это устроено, как работает. Управляем магазином. Идея состояла в том, чтобы собрать в одном месте все, что нужно по магазину. И перед сдачей клиента, если вы сдаете проект клиенту, ваш менеджер, либо ваш сотрудник проходит чек-листом, выполняет настройки, не забывает сделать все вещи, которые необходимы. Вы видите потом процент и передаете проект клиенту. Если же с точки зрения клиента и он получил от вас интернет-магазин, он может увидеть и окинуть взглядом, что находится в эксплуатации, что уже настроено, что не настроено и как с этим дальше работать. Идея простая. Кажется, что сработало. Итак, встроенный фасетный индекс. Очень интересный доклад будет у Максима Смирнова. Буквально, по-моему, там третий, по-моему, или четвертый доклад. И все здесь идет про умный фильтр. У тебя будет что-нибудь по этой части? Ну, я могу кратко сказать, что, по сути, у нас была проблема производительности умного фильтра на больших каталогах. И мы начали исследовать, что вообще можно сделать. Исследовали Sphinx, исследовали другие решения. Но в итоге Максим Смирнов сказал, что он сможет сделать это с помощью обычной реализационной базы данных. И он в итоге это сделал. То есть одна из работ по умному фильтру это была производительность его, а вторая – это его внешний вид, это его представление. И вот из этих двух блоков, по сути, состоялся вот этот умный фильтр 2.0. И вот здесь вот это то, что Максим, наверное, не будет показывать, это вот часть, которая касается внешнего вида. То есть сейчас умный фильтр, можно там показывать и картинки, и иконки, и галочки. В общем, мы пытались учесть все, что запрашивалось по умному фильтру. Ну, фактически раньше вы просто говорили, вот эти вот эти свойства выведи в умный фильтр и не могли управлять тем, как они будут выбираться. То есть будет ли это чекбокс, либо это будет дропдаун, либо это будет какой-то бегунок, который позволит вам регулировать. Появилась вообще вот эта часть колонки, и которая, собственно, позволяет вам настраивать умный фильтр, так как он вам необходим. Производительность, не будем забегать вперед, Максим детально расскажет об этой части и докажет цифрами. Как стало быстрее, насколько меньше нагрузка, как все работает и какие плюсы в этой части. Продолжаем интернет-магазин. Управление заказами. Менеджер заказов. Мы не будем сейчас об этом. У нас есть доклад по магазину отдельный? У нас будет заказ, ой, заказ, у нас будет доклад по рефакторингу магазина, а вот именно разделение заказа, это является одной составляющей рефакторинга, для чего мы его затерегиваем. Но эту часть мы анонсировали, но не выпустили еще. Да, есть часть фич, скажем так, возможностей, которые еще сейчас не выпущены, но они вот-вот уже должны быть. Я о них расскажу, потом попозже. Вообще вот эта вот ситуация, когда мы анонсируем фичу на релиз, а потом проходит некий лаг, прежде чем мы выпускаем, она не очень, наверное, правильная. Мы потихонечку хотим изменить. У нас, когда мы будем представлять вам в конце этого дня доклад по 15.5, у нас есть цель и задача на этот год изменить вообще эту тенденцию. То есть мы очень хотим, представляя релиз, отдавать его фактически вам для использования, чтобы вы могли непосредственно начать использовать. Очень важная для интернет-магазинов часть. Мы покажем, что стоит под капотом в этом изменении и объясним, почему не выпустили, но когда выпустится, что это будет такое. Часть доработок по SEO, они, в общем, не очень большие, но ценные для партнеров и для компаний, которые используют продукт. Не буду перечислять. Еще раз напомню, коллеги, если есть какие-то вопросы или замечания, или вы говорите, что мы вот не сделали, это очень болит и нужно это сделать, не стесняйтесь задавать вопросы и спрашивать, чтобы мы не проскочили эти вопросы и смогли их обсудить. Очень хочется понимать, сделан объем, нет, где какие ключевые проблемы, которые необходимо доделать дальше. Яндекс.Маркет. На предыдущей партнерке я выступал с таким описанием ситуации, рассказывая, что вообще рынок меняется. Меняются точки поиска трафика, точки покупки. Вот если раньше SEO была прям тема, вспомните, даже несколько партнерок назад, выступление SEO оптимизаторов, наборы услуг, это прям был бюджет у компании и бюджет у студии. Чем дальше, тем меньше становится весь этот комплект. Тяжелее его продавать. Ну и много-много споров. На самом деле политика поисковиков истребить потихонечку SEO оптимизацию. Не нужна она больше, вредная. Но что-то должно прийти взамен, контекст, да, но приходят и другие площадки. И одна из таких это Яндекс, это eBay, это Wikimart, по-моему, целый ряд еще других игроков. Одним словом, вообще у нас сложилась хорошая рабочая коммуникация с коллегами в Яндексе. И не только по Яндекс.Маркету, а по самым разным другим составляющим. Фактически еще до анонсирования API, например, по Яндекс.Маркету, коллеги с нами связываются, мы ведем работу и к моменту, когда API становится доступен всем, мы имеем возможность уже представить по сути интеграцию, которая реализована. Несколько алгоритмов было выпущено в прошлый год. Ну и вот, собственно, там три уровня, да, Юр? По-моему, три уровня прошли алгоритмы. Будешь что-то комментировать по этому поводу, нет? Одним словом, мы сделали полную интеграцию в том объеме, в котором сегодня предлагает Яндекс.Маркет. Есть только, наверное, очень узкоспециализированные категории для одежды или еще для чего-то, в которых они рассчитывают на следующий год вот на этот развивать этот и протокол, и процедуру обмена. Тем не менее, предлагайте эти интеграции клиентам. Они достаточно легко сегодня выполняются. Связали ключами, и вы подключили клиента к маркету. Очень важный задел контекстная реклама. Вот как мы уже поговорили, SEO уходит, приходит контекст. И в этом релизе мы запустили первый этап, наверное, по интеграции с контекстной рекламой. Цель и задача звучит так. Мы хотим интегрировать проект с системами контекстной рекламы и построить автоматизированные системы, которые позволяют управлять бюджетом. У нас даже появился тезис управляйте товарами, а не объявлениями. Но мы будем подробно об этом рассказывать. Технически здесь не будешь аспекта рассказывать. Я хочу сказать только, что мы планировали одновременно выпустить Google AdWords, но вот скоро написана поддержка. сейчас мы как раз прорабатываем Google AdWords. И это не техническая проработка. К сожалению, вынужден сказать. То есть если с Яндексом у нас коммуникации и отношения уже серьезно хорошо поставлены, то с Гуглом проблема возникла не технического плана, а договор. То есть для того, чтобы магазины могли легко подключаться, у них сложная система, и они не дают такую автоматику, которую нам, например, предоставляет Яндекс.Контекст и такой аппе, которую можно использовать. Одним словом, сейчас идет согласование лицензии на использование интеграции с контекстом по Яндексу. Тем не менее, что получилось? Возможность прямо в продукте формировать и давать объявления, подбирать ключевые слова, делать таргетинг, собирать статистику, собирать аналитику у нас внутри по тому, как показывались объявления и что получилось. Юр, мы выпустили первый этап, а второй у нас в тестировании, да, сейчас, со статистикой. Вот этого еще коллеги не видели. Или уже было это? Это вышла часть? В завершающем докладе в 15.5 мы вам покажем систему автоматического регулирования цен. У нас там даже появился некий термин. Уникальная у нас штука получается. Мы уверены, что и клиенты, и вы оцените вообще эту связку. Следующая часть работ. Реал-тайм обмен с 1С. И вообще интеграция с 1С. Пожалуй, это одна из самых важных составляющих работы побед прошлого года. Начали в 14.5, в 15.0 доделали и вывели на уровень, который, ну не знаю, это была очень амбициозная задача. Мы хотели решить часть проблем, но и создать совершенно новое качество. Первая, наверное, задача, которую решили, это объемы, скорость, стабильность. Вот если еще год назад можно было сказать, что при больших объемах проблемы, обмен возникают, то в текущем, за последний год нам удалось принципиально изменить эту ситуацию. Вышла отдельная конфигурация, отдельная сборка. Мы сильно увеличили объем работ. У нас внутри сформировался хороший боевой отдел, который пишет эту часть, и мы реализовали онлайн. У нас, по-моему, здесь нету прям такой детальной расшифровки или там детали по обмену с 1С. У нас не будет доклада, да? Вообще стоило, наверное, сделать. Что-то мы упустили этот момент. Удалось добиться ситуации, когда вы продаете товар, в реальном режиме он оказывается внутри 1С, отгружаете заказ в 1С, в реальном режиме информация оказывается на сайте. Протокол боевой рабочий. У нас на портале работает экстранет-группа, где мы коммуницируем и с партнерами, и с клиентами, которые активно работают с 1С. Если вы там не участвуете, но хотите, либо испытываете какие-то неудобства по протоколу или потребность его расширять, пожалуйста, пообщайтесь с нами или с Юрой, или с Юрой Волошиным, и мы вас подключим в эту группу и продолжим коммуникации. Курс на то, чтобы сделать формат и обмен прекрасным, работающим. Вообще цель звучала так. Сделайте счастье. В общем, она удалась. Очень много хороших отзывов. Скажите, давайте мы попробуем тоже получить от вас некую обратную связь. Пожалуйста, поднимите руки, кто считает, что вообще удалось добиться большого прогресса по обмену с 1С? Спасибо большое. А кто считает, что не удалось добиться? Три руки. Подойдите потом поговорить с нами. Хорошо? Расскажите, что не так. Мы попробуем сделать, чтобы этого не было. На самом деле, очень хочется эту задачу решить. Непростая, но вообще очень красивая задача. Реальный обмен. Поддержали очень много конфигураций. Сделали сборку, которая не снимает с 1С с поддержки. Правильная сборка для России, для Украины, для Беларуси, для Казахстана. Выпускаем и пообновляем соответствующие конфигурации. Чуть-чуть позже, опять же, в 15.5 будем рассказывать и про ERP 2.0, и по планам, что необходимо, и что планируем выпустить по обмену с 1С. И другие обновления. Выгрузка скидок в интернет-магазин, импорт в 1С из каталога на сайт товаров, ну и целый ряд других составляющих, что, собственно, удалось выпустить. Интеграция для интернет-магазина. Местоположение твое. Местоположение будет у Алексея в докладе. В рефакторинге интернет-магазина. Сейчас получится, что мы с тобой пробежим, а остальные какие-то части 26 минут. Вообще, кстати, мало времени. По интернет-магазину, пока здесь бежит ролик, и по заговору, загрузки местоположений. Хотелось решить большую задачу, и в то же время мы рассматривали вариант сделать еще один веб-сервис, который бы все это поддерживал, но вот эта вот ситуация, когда интернет-магазин и его продажи зависят от веб-сервиса, по нашему мнению, довольно сильно раздражает клиентов. Мы помним момент, когда там было с Почтой России нюансы, когда мы напрямую зависели от их веб-сервиса, и в случае аварии у многих останавливались продажи. Это очень беспокоит клиентов, поэтому было решено, что мы делаем веб-сервис, но он работает так, что вы загружаете местоположения, необходимые вам, в свой магазин, и дальше он работает с ними, быстро показывает, дает выбирать. Местоположения получились технологичные, удачные. Алексей расскажет о том, как все здесь реализовано. Пробегая дальше, это еще раз адресуя к докладу Алексея по рефакторингу, по реконструкции. Вы помните, мы рассказывали о том, что перед нами стоит задача последовательно перестраивать продукт на D7. Эта работа ведется. Помимо того, что делается новый функционал, мы реконструируем и ядро, и те функции, и модули, которые работают. Вот этот релиз был связан с огромным объемом работ по рефакторингу интернет-магазина и по переходу на D7. Вот как раз Алексей расскажет, зачем мы это делали, почему эта работа прошла и к чему в итоге это приведет. Рассылки. В нашей с вами терминологии или e-mail маркетинг в терминологии продажников. Долго мы не подступались к этому термину и вообще к этому модулю. Он лежал, лежал и до сих пор, кстати, вы еще не видели то, что мы выпустили. Извините, пожалуйста, но вот сейчас мы расскажем. Это как раз Юра расскажет, что мы выпустили по этому модулю. Ну, изначально задача стояла, как давайте зарефакторим модуль рассылок, но в течение пары-тройки недель мы начали понимать, что это очень сложно и решили сделать новый модуль. То есть это абсолютно новый модуль, который в себя, по сути, включает функционал и он интегрируется со старым модулем. Но перед тем, как мы начали делать новый модуль для e-mail маркетинга, нам пришлось немножко изменения внести в главном модуле. То есть в главном модуле у нас есть сейчас понятие почтовое событие и шаблоны сообщений для отправки, для реакции на эти почтовые события. Так вот, сейчас это обновление уже в финальной стадии тестирования. Я думаю, на следующей неделе оно уже выйдет, обновление главного модуля. Да, оно уже почти отпущено. Что в нем будет? То есть в нем появляется такое понятие, как шаблон шаблона. То есть если на вашем сайте все письма выходят в одинаковом внешнем виде, а сейчас большинство писем сайтов уходят в HTML-ном виде, то можно аналогично как шаблон сайта создать шаблоны для сообщений почтовых. И все сообщения будут уходить в этом едином шаблоне. То есть если вы хотите поменять там дату, копирайт или логотип, вы меняете это в одном месте. Соответственно, вы видите, что мы немножко приблизились к понятию, как страница, шаблон сайта. Вот то же самое у нас появляется и шаблон сообщений. Шаблон сообщений у нас стал PHP. То есть теперь туда можно добавлять компоненты, которые, скажем так, помечены, что они хорошо будут работать в шаблонах сообщений. Для чего? И пример для чего? Например, у нас есть компонент корзины. Специальный компонент, который отображает корзину в письме, в сообщении. Чтобы сейчас, например, добавить колоночку, там артикул вывести в тексте письма, вот при помощи вот этих вот наших стареньких решеток это было невозможно. Сейчас, используя обычные параметры компонента, используя PHP код, можно это дело вставлять, регулировать, управлять этим и все остальное. То есть это теперь PHP с шаблоном, с компонентами, с визуальным редактором. Ну и мы, в принципе, целимся на то, что все наши шаблоны, они будут HTML, потому что это уже, ну, в нашем веке… Ну, вообще визуальный редактор, кстати, очень достойный получился по формированию письма, по работе с компонентами для работы. Вот здесь у меня отдельный слайд, это email маркетинг как новый модуль, поддержка разных источников, адресов. Это мой слайд. А, у тебя… Секундочку. Ты вот здесь хотел, да, об этом? Это был мой слайд. Отдай. Что был твой слайд? Извини, держи. На. Вот. Ну, соответственно… Где мы… Ну, и, соответственно, в новом модуле мы изменили немножко подход, сделали современный подход к рассылкам, к массовым рассылкам. У нас теперь… Мы теперь рассматриваем продукт, ну, либо управление сайта, либо портал B324. Мы рассматриваем как набор источников, адресов, которые можно использовать. То есть адреса откуда можно брать? Можно брать там с форума на сайте, веб-форума. Адреса можно брать из заказов. Адреса можно брать там с форумов, с регистрации и так далее. Вот. И, значит, новый модуль, он способен залазить во все вот эти вот кормушки адресов, набирать на определенных условиях эти адреса и потом, используя, то есть удобные группировки, формировать рассылки для этих адресов. Соответственно, с учетом переходов, с учетом письма открывали, кликали и все остальное. Вот. Ну, вот немножко интерфейсов. Это вот пример как раз, как вот выбираются эти группы. Вот, например, здесь показано, что можно выбирать имейлы из списка пользователей, можно выбирать имейлы из вот тех самых вот рассылок, когда люди сами выносят свой имейл и подписываются на какие-то определенные рубрики. Можно из веб-форум, можно вот выгружать из CSV списки адресов. В общем, мы используем все-все, что есть в продукте, причем можно выбрать для, вот, например, для магазина, можно выбрать конкретно каких-то покупателей. Там, покупателей какого-то определенного товара или сделавшие заказ, или, например, не оплатившие его почему-то в какой-то срок. То есть мы выбираем этот список адресов, эту аудиторию, и им отправляем сообщение. Ну и вот, собственно, сама рассылка, когда создается, мы выбираем, кому она будет отправляться, кого из этого списка исключить, например, те, кто уже отписывался когда-то от нее. Дальше мы выбираем шаблон, по которому эта рассылка должна отправиться. Шаблон также использует компоненты, шаблон использует PHP код, можно вставлять блоки свои, рассылка персонализированная. Ну и дальше уже для этой рассылки можно либо создавать руками выпуски, когда вы целенаправленно по каким-то там датам хотите что-то там извещать людей, либо вы можете сделать автоматические рассылки, которые будут в нужное время, каждый день или там, когда надо отправлять нужный контент. Вот выбираем шаблон для рассылки и говорим, когда ее отправить. Ну и в дальнейшем по каждому выпуску можно смотреть аналитику. И это не фотошоп. Это не фотошоп, это уже работающий проект. Я думаю, в феврале он точно выйдет. На самом деле это пример модуля, который был и спроектирован, и разработан по новой производственной цепочке, которая у нас сейчас построена в компании. От постановки продуктовой, через проектирование новой архитектуры, через его разработку тестирования с юзкейсами и с тестовыми циклами и с последующим выпуском. То есть модуль технологический, насколько я понимаю, сейчас закончен, но идет как раз завершающий технологический цикл по тестированию, что юзкейсы, сценарии работают. Пожалуйста, вопрос. Нажали спам. Нажали спам. Верни, давайте. Да нет, нормально все. Включил. Юр, верни, где спам. Нажали кнопку спам. Где это учитывается? А где кнопка спам? Когда я получаю письмо. Да. В правом верхнем, ну вот сверху, да, есть в любом почтовом этом самом, это спам. Так. Вот это тоже надо учитывать. А как мы узнаем, что он нажал спам? Не знаю. Я знаю, что смарт-респондер это может. Ну хорошо, мы будем учитывать. Я тоже не знаю как, но мы будем учитывать. Спасибо. Он же реально задачу нам поставит. Ну подумаем. Может быть можно как-то обработать эту ситуацию? Вот я еще тоже хотел спросить. Есть такие ограничения у различных почтовых сервисов, как количество отправленных писем за час. Вот. Это очень важно, потому что мы тоже делаем рассылки. И некоторые просто письма, они либо не дойдут, либо сочтут, что вы спамер самый злостный и закроет вообще ящик. Как это можно реализовать в вашем модуле? Ну сейчас мы не сильно мудрим. Мы отправляем через что настроить. Да. У нас есть, конечно, мысли сделать там интеграцию с Яндексом, чтобы там возможно было через него отправлять. Ну а как еще? У нас есть защита, чтобы на одного человека не пришло больше писем, чем вы установите лимит. То есть вы же фильтрами можете наиграться и пытаться ему там сто раз отправить. Но вот защита по нагрузке, по отправке… Ну ограничение тысячи. Это че организм? Ну это, видимо, настройка SMTP сервера. В микрофон вас не услышат в онлайне, и коллеги не услышат. К примеру, 350 писем можно отправить там за час через сервис Яндекс… Ну вернее, почта для домена. Ну, pdd.yandex.ru. По-моему, там 350 писем в час. Ну хорошо, вопрос очень хороший. На самом деле мы подумаем. И вот, во-первых, пометим себе подумать на эту тему, да, можно ли регулировать. Я думаю, ввести порцию какую-то там не проблема, чтобы он порционально отправлялся. Ну мы вот в 15.5 расскажем, что планируется дальше по этому модулю. Мы когда презентовали его, мы говорили, у нас есть два этапа. Первый вот этот – это вообще реконструкция, фундамент и новый. А следующий – это триггеры, рассылки и так далее. Потому что все магазины, все сайты хотят уже иметь регулярку, чтобы не ходить руками, один раз настроить, и система сама отслеживала, думала, отсылала и работала. А вот по очереди подумаем, чтобы в лимиты вписываться. Пойдем дальше, а то опоздаем. Ну вот еще из одного функционала, который мы сейчас тоже готовим к выпуску из хвостов наших, это, ну, конечно, не революция, но достаточно такая удобный функционал, фича удобная. Это есть свойство загрузка картинок в инфоблоке. Если мы делаем ее, ну, как типовое использование, мы говорим, что у товара есть свойство картинки. Это свойство типа файл, множественное, вот. И сами знаете, кто сталкивался, насколько это удобно, выбирать по одному файлу, еще файл, еще файл, еще файл, вот. Мы это тоже понимаем. В итоге сейчас это свойство будет в таком режиме работать совсем по-новому. Оно будет поддерживать сразу drag-and-drop из проводника. Она будет поддерживать сразу… Вопрос. А сортировка фотографий будет? Сортировка уже загруженных фотографий? Да. То есть в свойствах, в множественных свойствах можно будет сортировать между собой значения. То есть это будет касаться не только картинок. Значит, все эти фотографии сразу же там на клиенте можно будет отредактировать, изменить размер. И вводится такое понятие у нас как кадрирование. Каждый магазин, по сути, имеет какие-то свои пропорции для отображения в детальках, в списках. И чтобы можно было картинку сразу же подогнать под нужный размер, и чтобы там не влезло ухо одно или еще что-то, можно сразу ее, то есть нужную часть отрезать и загрузить ее. То есть это будет все прямо на момент загрузки внутрь товара. Ну и традиционно изменения у нас идут. Они как бы идут обычно в фоне, они цепляются за счет других изменений. Постепенно, постепенно продукт переходит на D7. Работа эта идет планомерно, системно, и реконструкция продолжается. Так, давай побежим о том, что нужно еще не забыть про Bitrix24 рассказать. По масштабированию. Визуальное масштабирование мы представляли. Не буду сейчас детально на нем останавливаться. Виртуальные машины, API для хостинга. Вышла виртуальная машина 5.1. Обновилась PHP, обновился MySQL. И эти, кстати, изменения очень позитивны с точки зрения производительности проектов. Поэтому рекомендуем использовать 5.1. Она уже доступна для скачивания, насколько я знаю. Много изменений с ней связано. Наверное, одно из важных – это композит и поддержка его в Nginx. То есть вы в продукте включили композит, и он уже не PHP, скриптом будет быстро, но все равно он будет отдаваться Nginx. Скорость отдачи будет сильно выше. Отработка сценариев по многосайтовости. Sphinx, memcash через кластер и ряд других вещей. Открытые API для виртуальных машин. Если будут вопросы по этой части, пожалуйста, подходите к Саше Демидову и, наверное, к Юре, пообсуждать, задать вопросы, высказать пожелания или что необходимо. Продолжаем, развиваем мобильное приложение. Много проектов. Отдельный доклад будет по мобильному приложению. У Жени Петриченко тоже адресую к той части для того, чтобы представить. Итак, это был объем выпуска по версии 15.0. Ну, наверное, помимо вообще функционала, я бы сказал, что объем выпуска или реконструкции внутри сопровождается изменениями производственных процессов у нас. Мы много начинаем работать и с продуктовым разделом, и с юзабилити-лабораторией нашей внутренней. И вообще результаты хорошие. Нам очень нравится, как происходит реконструкция. Далее у нас Bittrex 24. Но прежде чем вообще перейти ко второй части доклада, я бы хотел поблагодарить наших спонсоров. Сейчас мы все собрались, все нас смотрят в онлайне. И вообще это очень важно. Нам важно организовать хорошую рабочую атмосферу. И прекрасная площадка. И сегодня и завтра нашими спонсорами являются генеральный спонсор компании Rusonics. Вы видели стенд их в зале. Пожалуйста, подходите к ним. Традиционно они организуют конкурсы. У них специальные условия для партнеров. Они развивают свою партнерскую программу по хостингу. Обращайтесь, общайтесь, участвуйте в этом мероприятии. И официальный спонсор компании eBay. Их стенд, собственно, тоже присутствует. Обязательно будут коллеги. И подходите, общайтесь, чтобы узнать, как устроено. Спасибо большое нашим спонсорам. И с вашего разрешения я попрошу вас поаплодировать, поблагодарить их, что они нам помогают. Итак, Bittrex 24. Вообще много продуктов уже достаточно. Еще один космический продукт. Концепцию рассказывать, наверное, не буду. А здесь страна. Мир не поможет. Одни облака. Почему-то мир не отобразился. 200 с лишним стран. Очень хороший рост. Очень большой рост по платформе, по аудитории. И вообще такая реальная хайлоудная площадка. Мы очень много технологий обкатываем для того, чтобы это работало и функционировало. Новая версия Bittrex 24. Что появилось, мы пробежимся кратко, расскажем. Это не совсем технологический доклад, но чтобы вы представляли вообще, что меняется. Что вышло в коробке, что не вышло в коробках. По порядочку. Каждый раз шучу, но это уже и не шутка. Раз в три года теперь приходится менять дизайн. Вообще, как так жить? Теперь все плоское. Не знаю. В следующий раз, наверное, все будет круглое. Я только надеюсь, что пройдет как можно больше времени, прежде чем все это состоится. Мы продолжаем сотрудничать с коллегами из АИС. Молодцы, спасибо. И, на мой взгляд, очень интересные проекты. Немножко так пробегая, помнить можете дизайн, с чего начинали, с каким проектом проработали. Вот 12-й год и 14-й. Два года и нужно менять дизайн. А какой объем по верстке, по переделке или по реконструкции. С вашего разрешения не буду бежать по роликам. Вы, наверное, в самой презентации по Bittrex 24 видели, как это выглядело. Буквально несколько скриншотов. Как было, как стало. Вот странная ситуация. С точки зрения, наверное, разработчиков ничего не поменялось. Но с точки зрения клиента, они говорят, современный сервис. Ты все сплющил, переверстал, а клиент воспринимает таким образом. Конечно, это бесконечный и фронт работ для нас с вами, даже по тем же сайтам. Два-три года необходима смена дизайна, смена концепции, если вы хотите, чтобы ваш проект воспринимался боевым и адекватным. Не буду детально останавливаться, пробежим. Смену дизайна провели, сделали. Мы применили, разработали композит для Bittrex 24. О, вопрос. Ох ты, коварный человек. Вопрос звучит так. Сплющим ли мы админку? На самом деле вопрос этот звучал у нас внутри. Кто-то сказал, чур тебя. Кто-то сказал, да нет, все нормально. На самом деле давления в этом вопросе нет. В целом она по-прежнему сохраняет такое современное боевое восприятие. Возможно, то есть теоретически это возможно, но вот прям в ближайшие 15-15 такую задачу не поставили. Если вы начнете на нас давить и скажете, давайте-ка плющить, мы поможем, тогда все ускорится. Итак, применили композит. Вот этот человек, вы его узнаете в следующих докладах, будет бодро и весело рассказывать, как он это сделал. Безопасность. Большой блок. OTP у нас было в Бусе. Мы им пользовались. Ну, очень бы хотелось много об этом поговорить. Это скорее даже технологическая часть. Может быть, там несколько слов Юра скажет, что было связано с технологиями по реконструкции. Почему вообще это сложно было? То есть речь… Дальше слайды. Речь идет о том, что помимо логина пароля вы на втором устройстве набираете, вернее, получаете код, вводите и работаете. Основной способ защиты сегодня от бот-клиентов, от шпионского софта, который стоит. Мы еще раз говорим о том, что коллеги на… Даже в управлении сайтом на больших проектах используйте OTP. Обязательно. Если вы админ в критически важном проекте, логин, пароль плюс второй фактор с мобильного устройства. Поддерживаются все платформы. iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. По-моему, вообще под все, что можно. Мы поддерживаем открытые стандарты. И, кстати, можно пользоваться и FreeOTP, и Google Атентификатор. Вообще все, что найдете по этим стандартам, все работает. Все механизмы привязки, пароли для приложений. Как подключить? Мы подробно об этом детально рассказывали. А можно попросить поднять руку? Кто использует OTP не только у нас, а вообще использует OTP в любом проекте где-то? Ну, не очень много. Но радует, что вообще используют. Пожалуйста, посмотрите. И для гугловской почты, и для других вещей. Насколько я знаю, Яндекс собирается в скором времени выпустить. Mail.ru уже выпустил, начал пилот. Мы предполагаем, что за ближайшие пару лет это все больше будет становиться стандартом. Потому что другой способа защиты нет. Через SMS. Размышляли. Ну, понимаете, когда ты в банк входишь, и у тебя один вход, и он не такой массовый, можно сделать. Но когда это регулярные входы, во-первых, это существенный бюджет достаточно, то есть надо какую-то коммерческую составляющую делать. Либо нужно решить как-то проблему задержки с этими SMS-ами. В общем, для бесплатных проектов OTP, для платных проектов можно рассматривать SMS. У тебя дальше, Юр, да, слайды? Или эти? Вот, он есть. Ну, по сути, если мы говорим, какую работу мы провели, это предыдущая версия OTP. Она, скажем так, была против того, что если кто-то в лоб захочет сломать, он уткнется в OTP, скажет, ну, извините, все, и уйдет дальше. Если он пойдет через обычные сторонние вещи, там, где авторизация была, там, для XMPP, там, ну, там очень много других сервисов, то там у нас обходилось все это OTP. Мы понимали, что никто не будет каждый раз, там, при авторизации XMPP вводить OTP свои, и поэтому мы там говорили, ну, здесь можно без OTP, типа, что админ входит без OTP, но, соответственно, была уязвимость, дырка в безопасности, и когда мы все-таки решили сделать это по-настоящему, чтобы оно, ну, закрывало уязвимости, закрывало все дырки, без OTP нельзя было попасть. Вот, то, в принципе, ужаснулись, то есть количество скриптов, количество всяких сервисов внешних, интеграции, в итоге у нас родилась такая сущность, как приложение, ну, приложение такая, скажем так, небольшая, область скриптов, там, например, там, папочка, либо там несколько, там, мобильное приложение, там, интеграция с Outlook'ом и так далее, и так далее. Своего рода область видимости, да, этого приложения? Да, да, то есть это куда под этим паролем тебя пустят, то есть на все остальные странички после этой авторизации тебя не пустят. Вот, и в итоге там была проделана, конечно, колоссальная работа, по всему этому очень много тестировать пришлось, где какие скрипты используются, какими сервисами, там, приведение в порядок. В итоге сделали это. Сделали, все привели, с 1С интеграцию сделали, ну, чтобы это было так же все безопасно. Причем, если у кто-то использует какие-то свои интеграции и хочет, чтобы OTP работал и там, то это не так сложно. Есть вот снизу ссылка, там, недавно Вадим опубликовал, там пример приводится, там надо написать свой класс, переопределить пару методов и у вас будет как бы свое приложение, свой тип приложения и можно для него будут генерировать пароли. Насколько это сложная задача, видно потому, как медленно крупные проекты, там, mail или Яндекс, там, для почты, для других вещей, вообще имплементируют эту функцию. На это уходит иногда годы, то есть это огромный объем. Но это как раз пример, когда ты делаешь очень-очень много работы, а на выходе там OTP. Ну, молодцы, чем гордитесь? А ты думаешь, господи, мы там горы свернули, ядро переделали, много всего внутри, оно все спрятано. Ну, так устроено. Большая реконструкция диска, причем большая глобальная скорость, много всего, что с этим связано. Выпустили его сегодня для облака в России, выпустили новые десктопы, выпустили диск, протокол, научили его скачивать файлы, научили его, когда вы нажимаете на документ, файл закачивается, редактируется, закидывается обратно. Последовательно идем к очень таким плотным или удобным интеграциям с точки зрения клиентов. Не буду прям детально рассказывать. Но я могу лишь сказать, что я очень рассчитываю, что на следующей неделе оно выйдет для коробки. Да, когда я подхожу, там ребят спрашиваю, над чем трудитесь, они говорят, мы все это готовим к тому, чтобы допустить в коробку. Вообще скорость, Юра Волошин там рассказывал, у нас во внутренней локальной сети работает в коробочной версии. Он говорит, ну раньше диск не загружал локальную сетку. Сейчас, когда идет синхронизация, большие объемы, в общем все, что сеть может отдать, диск отдает. И очень заметно это на скорости интеграции, в том числе в облаке. Ну это рефакторинг, D7, новая архитектура. Мы не рассказываем сейчас об этом. Ну вообще не будем сегодня, да? По-моему мы раньше рассказывали. Рассказывали, да, уже о том, что переделано, как. И опять это было проектирование от сценариев использования, архитектура, заранее архитектура под нагрузки и так далее. Ну тут здесь классически было все, что нам пришло очередное ТЗ, мы посмотрели на тот модуль, который был, модуль библиотеки документов WebDAV, посмотрели, что он там на инфоблоках, что это нереально вообще сделать, то есть без каких-то там огромнейших костылей. В итоге приняли решение, что сделать новый модуль, новую архитектуру, которая уже будет включать в себе все требования, там по отслеживанию документов, где он опубликован, где он используется, там корзина и все остальное. То есть в итоге вот он новый модуль родился, он абсолютно предназначен для того, чтобы быть диском. И быть большим быстрым диском. С большими объемами, с тысячами файлов и с большими размерами. Кстати, вообще хочу сказать, что я сегодня не знаю прям такого коммерческого продукта или вообще конкурентного продукта, чтобы вы могли прийти сказать в компанию, мы вам развернем ваш, не знаю, там дропбокс. А вот используя коробку битрикс24 и битрикс24 диск, вы можете сказать, у вас будут свои облачные файлы и все ваши документы будут храниться внутри. Пробежим. Здесь уже все-таки у нас технологическое мероприятие. Тем не менее, CRM, которая начиналась как простой проект, достаточно простая система управления контактами, итерация за итерацией превращается потихонечку в монстра, большого, функционального, с разными сценариями, с бизнес-процессами. Мы расскажем, ну это цифры, как это используется сегодня в облаке, очень высокая степень вовлеченности использования, и расскажем подробнее потом, что планируется по CRM. Фантастическим результатом можно назвать вообще телефонию и звонки. Я вот не знаю, это последняя статистика или нет. Не последняя, да. У Жени Шеленкова будет отдельный доклад, где мы покажем, как сегодня работает телефония и в облаке, и в коробке. Исходящие звонки, входящие звонки, продажа номеров, 800 номера. Буквально за несколько кликов, по-моему, у него там 90 секунд, он записал ролик, когда от момента регистрации ты покупаешь номер и уже принимаешь входящие номера. Вообще, конечно, это чудеса. Список номеров, сколько всего подключили. Интеграция CRM вызывает просто вау-фек, когда ее показываешь клиентам. Ну вот здесь вот, собственно, что нового выпустили в этой версии. Очень большой объем, востребованная часть. Буквально, чтобы перечислить, к сожалению, мы не успеем, да и, наверное, все-таки это не такой, не технологический доклад. Продолжаем развитие бизнес-чатов, технологий, хорошие реал-таймовые решения, и с видеозвонками, и с мгновенными сообщениями. Я, наверное, чуть-чуть забегаю вперед. Вот мы вам уже раньше презентовали пулинг-сервер. Могу сказать, что вот Антон Герасимю как раз сейчас работает над новым пулинг-сервером на Node.js. Раскроем чуть-чуть секрет. Если вы хотите с ним пообщаться, подходите, он что-нибудь по секрету вам расскажет, что он готовит по этому проекту. Телефония быстро очень развивается, и клиенты, и звонки, видеозвонки ценят и на дисктопе, и на мобиле. Много функций и так далее. Буквально почта, продажа номеров, интеграция с ПДД, большой список. Раздаем домены. Каждый раз партнерам обращаем внимание. Бесплатно вы можете получить домен на Vidrix24 с почтой. Можете потом этот домен даже забрать и подключить к клиенту. Мобильное приложение продолжает развиваться. Много всего выпустили. Видеозвонки. Ну и оно вообще очень сильно изменилось. Если вы видели сегодня там и левый дизайн, и интерфейсы мгновенных сообщений претерпели очень большие изменения. Поддержка новых платформ. Никто не дает скучать. Вот то, что вышло по Bitrix24. А, еще несколько слайдов. Marketplace. 45 миллионов рублей заработал. 900 разработчиков с лишним занимаются. Почти 2000 опубликованных решений. 10 партнеров заработали по миллиону рублей и больше. Мы продолжаем работу по продуктам, по готовым решениям. И их у нас достаточно много. Интерактивная карта объектов. Очень интересное решение. Оно не очень дорогое и очень функциональное. Прекрасно воспринимается клиентами. Обратите внимание, оно в Marketplace есть. И с ним очень функционально можно работать с размещением. Просто обращаем внимание на это решение, как и на финансированное, и на очень хорошо продающееся. Сайт медицинских организаций. Мы участвовали во всех профильных выставках и прекрасно представили его на рынке. Оно хорошо продается. Все-таки бизнесом у нас, наверное, день, но тем не менее. Если вы занимаетесь разработкой, не забывайте, что есть огромная база клиентов, по которой можно работать целевым образом, приходя и показывая очень похожее решение на то, что они хотят. Это хороший старт и начало запуска проекта. Портал открытых данных. Госструктуры должны предоставлять открытых данных. Это что такое? Это рестапи к тем публичным данным, которые накапливает государство. Не знаю, там стоянки, рестораны, пробки, любые материалы, которые есть в структуре. Продукт позволяет загрузить данных, он уже содержит рестапи, и готовые рестапи, которые позволяют к этим данным обращаться. Объемное хорошее решение. Ну вот портал открытых данных. Москва отдает в Яндекс.Такси много информации. Так выглядит каркас того, что мы повыпускали. Не все успели перечислить, но тем не менее. Пожалуйста, ваши вопросы по предыдущим, по последним релизам. Пожалуйста, не забывайте задавать вопросы из онлайна. У нас есть буквально несколько минут. А Алексей у нас… А, Юра Волошин и Кирсанов, пожалуйста, переключайтесь. Готовьте следующую презентацию, а мы с Юрой готовы ответить на вопросы. Сергей, у меня несколько вопросов. Первый – это по политике лицензирования. Получается ситуация такая, что партнеры, которые продают решения, я имею в виду саму CMS, они имеют возможность разработки с NFR ключом, да? А технологические партнеры, которые пишут решения для Marketplace, не имеют такой возможности. Мы, по-моему, предоставляем всем NFR по запросу. Мне не дали, честно. Да? А кто не дал? Служба поддержки. А почему в поддержке, а не партнерский отдел? Поддержка вам и не могла, по идее, дать. В смысле, в партнерский отдел я обращался, но я считаю… Аня Потапова. А ты здесь? Денис Донченко. А давайте… Денис Донченко здесь, я его видел. Решим эту задачку. Хорошо. На самом деле у нас просто нет там однозначного ответа. То есть прямо вот так раздавать. Там очень простые условия. Они на вход должны немножко посмотреть, кто вы и должны дать NFR. Хорошо. Там не должно быть сложности. Второй момент по политике лицензирования. Появилось решение Enterprise, да? Это вообще на холдинг рассчитывается и как бы состав его. То есть это решение для масштабирования или… Да, да, да. Вы имеете в виду управление сайтом в Enterprise, да? Да, да, да. Мы прямо здесь не говорили. Да, две верхние редакции были сняты с продажи. И появилась новая редакция Enterprise, которая ориентирована, во-первых, на крупные компании. Во-вторых, конечно, основная отстройка сегодня это масштабирование, сервис, поддержка, ряд других вещей. Вообще я очень рад сказать, что начались продажи этой редакции. Потому что когда ты ее выставляешь на продажу, обычно проходит, особенно при таких ценах, довольно много времени. Хочу обратить внимание партнеров на то, что стоит посмотреть на эту редакцию, предлагать ее клиентам, озвучивать. Ну и вообще, мне кажется, очень перспективная тема. Это большие Enterprise проекты, госструктурные проекты. Ну вот что-то вот из этой серии. Ой, кстати, забыл еще упомянуть. Мы получили сертификаты в стека, коллеги. И это очень важная была победа в конце года. Мы об этом анонсировали. На самом деле, да-да-да, это очень важно. Причем мы получили такие уровни, как нам сказали, что еще нет операционной системы под такой уровень безопасности, сертифицированной в стеком. И для нас, для всех с вами это огромное подспорье. И если честно, без номера версии, сертификаты подойдут, очень долго будут нам с вами служить. У нас предыдущий был с восьмеркой, помните? А релизы-то быстро идут. И все время была проблема. Ну чего он такой старый, да? Нужно как-то его обновлять. Год ушел на то, чтобы сертифицировать по стеку. Это столько работы Артем Рябинков сделал, что просто фантастика. Еще пара вопросов. Давайте мы не сможем вам все вопросы отдать. Я очень быстро. Последний. Последний. Хорошо. Сейчас я выберу. Самое интересное. Мобильное приложение есть, значит, для iOS, есть для Android. Под Windows Mobile вообще будет? Каждая конференция, каждый раз задается вопрос. Я понимаю, на самом деле доля еще уменьшилась. Мы каждый раз говорим, ну будет расти, мы готовы сесть подумать. Но нам кажется, будет уменьшаться. И она потихоньку уменьшается. Причем теперь она будет в Windows 10. Ну пусть она хоть чуть-чуть стабилизируется. Ну не знаю, может уже под Windows 10 мы там, когда она выпустится, подумаем, как делать. Ну пока непонятно, как это. Из онлайна. Да, есть подача вопросов из онлайна. Первый, это на Крюк Юрия вопрос. А можно, например, выбрать покупателей с конкретным регионом, местоположением? Отбор покупателей по местоположениям делать новым? В рассылках, я так понимаю. Здесь не уточнили. Ну да. Можешь ли ты в рассылках покупателей по местоположению, да? Да. Да. Отличный ответ, да. Не кричи. И еще один. Когда появится свойство множественной загрузки файлов? Оно же есть. Не свойство, а интерфейс. Вот мы сказали, а, когда выйдет. Ну я так понимаю, что… Какой? Конец февраля. Конец февраля. Пожалуйста, вопросики еще. Пожалуйста. Коллеги, только побыстрее давайте вопросы. У нас мало времени. А по поводу домена, а можно домен битрикс24, который зарегистрируешь, привязать коробки? Ну, которая коробка внутри компании стоит? Ага. Его можно забрать. Вообще у меня была такая мечта дать возможность партнерам еще ВВВ туда вешать. Я бы, наверное, хотел как-то порешать. То есть мы не можем прям всем дать, потому что формально мы собственником является клиент, а мы являемся администратором. Но так как мы администраторы, есть риски, претензии Роскомнадзора. И мы вот прям… Вот почту нету риска, а вот ВВВ дать – это уже не некоторый риск. Ну мы там размышляем. Но вы можете собрать домен и привязать к чему хотите. Ну хорошо. Пожалуйста, вопрос еще. Прошу. Да. Вопрос по BitaX24. Закончились краснодарские телефонные номера. Соответственно, вопрос, будут ли они еще и… Бандитизм. И как это так может быть? Как проблема решить? Да, нет номеров. Говорят, скоро будут. Что такое скоро? Почему они на склад не поступили заранее? Мы работаем и коммуницируем с Зенгой, чтобы они следили за этим складом. Вообще надо следить. Ну как так? Нет, это не честно. Должны быть вовремя. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо. Где я видел тут еще руки? Прошу. Коллеги, дайте, пожалуйста, микрофон сюда. Добрый день. По мобильному приложению. Да. Возможно ли отдать сборку мобильному приложению партнеру? Прям практиковать мы это не практикуем, но есть пример. Когда мы отдавали сборку к Юсофту, они интегрировали это с решением по шифрованию по ГОСТам и сделали большой проект для Роснефти. Не исходники. А для чего? Ну, есть такое приложение, мы сейчас разрабатываем, там немного данные, которые мы не хотим отдавать и вам на проверку в том числе. Поговорите с Женей, потому что что-то мне кажется, что ваша задача легче решается, чем отдельной сборкой. Еще вопрос. Поговорите, Евгений, у него доклад будет отдельный. Хорошо, спасибо. Еще раз вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос по реалтаймообмену. В интерфейсе 1С появилась галочка выгружать дату поступления товара. То есть товар, который поступит скоро на склад. Но тем не менее, где это найти дату уже в битриксе? Она нигде не появляется. Юра, мы выгружаем дату поступления? Мы выгружаем. Но она где-то лежит? Через API она доступна? Подожди, а она в какое поле поступает? Вы знаете? В общем, они говорят, что мы ее куда-то передаем, но ничего с ней не делаем. Пометьте себе. Спасибо. Ну давайте последний вопрос. Может из онлайна? Нету в онлайне? Кстати, мне что-то уже давно кажется, что Twitter не торт для задания вопросов. Давайте в ВКонтакте задавать вопросы. Или в Фейсбуке. Нет? В Инстаграме. В Инстаграме. Задавать вопросы в Инстаграме. Кстати, тоже вариант. Сделал один слайд. Давайте последний вопрос. А вот для диска и для библиотеки документов, в частности, планируется ли сделать ограничение по объему файлов, которые загружают конкретный пользователь? Квотирование, да? Ну да, есть такое требование. Я переадресовал тебе этот завальный вопрос. Но это не технологическая проблема, это скорее организационная. То есть по-хорошему мы к этому точно придем. Но, наверное, не завтра. Может быть, надо будет двигаться. Хотя как-то оно, знаете, есть какая-то такая грань, что кажется, что это из какой-то старой истории консервативного администрирования компании. То есть иногда компании озвучивают, а на вопрос, а зачем вам они так? Ну, чтобы они фильмы не грузили. Ну, как-то вот они как-то такой вот. Ну, вы их вот догоните и накажете. Ну, да. Ну, все равно хотелось бы. Ну, то есть оно как-то не жмет сегодня. Мы понимаем, что вроде бы надо. Но пока вот нет еще. Так, ну что ж. Лирика закончилась. Теперь начинается хардкор. Редактор субтитров А.Семкин